всем привет меня зовут сергей приветствую вас на канале 1серж 23 и так сзади меня находится кратер caroline 180 на которой я делаю точнее повторяю американский ходовой тент вот сейчас вы видите установлена крыша с передней частью все уже натянута натянуты как барабан и в этом ролике вам расскажу почему я не люблю вообще американские тенты и вот такие тенты именно в частности почему когда ко мне приходят тенты на пошив я всегда рекомендую делать другие тенты а эту систему полностью утилизировать но здесь отдельный случай владельцу непосредственно нравится ну он не пользуется просто ходовым тентом то есть ходовой тент у него используется как стояночный по сути своей и вот в этом случае и в основном кстати используется я думаю вот таком режиме то есть я не думаю что такую неудобную огромную корму он постоянно снимает то есть вероятно он ее пристегивает и ставит когда уходит оставляет лодку на стоянке на воде вот и так давайте разберем в этом ролике американские ходовые тенты тенты нырки так называемая на катера до пяти пяти с половиной метров то есть это порядка 18 19 футов то есть ну даже наверно 18 футов 18 18 с половиной футов то есть вот в этом размере все катера американские идут практически вот с такими тентами почему потому что американцы считают что лодки такого типа это бюджетные лодки никто в них не будет ни жить ни ночевать ничего делать не будет и данный штент выступает только в качестве зонтика а учитывая климат в основной части америки где используются такие лодки так эти тенты вообще в принципе вот кроме как бимини топе варианте никто вообще не ставит тент имеет 2 2 дуги 2 короткие дуги которые в принципе завязаны с лобовым стеклом непосредственно тент имеет тросовую оттяжку но в данном случае это стропа ведь под передней дугой кармана нет то есть она находится просто тоже на такой же веревочной оттяжки по сути своей то есть вот это вот аналог веревочной оттяжки которую я делаю только в чем причина в чем разница я никогда не натягивают дуги дуги натягиваются внутри лодки это неудобно и нельзя получить идеальное натяжение тента используя одни дуги когда мне нужно вот когда я делаю тенты когда мне нужно получить натяжку дугами я ставлю задние или передние укосы которыми произвожу произвожу не натяжение так как мне это нужно потому что это получается более точно более четко и более грамотно вот здесь в этой системе натянуть дугу можно только на глаз то есть мне я не могу ее подвинуть так вот в живую потому что для этого нужно ослабить сначала его вот эту оттяжку снять и то есть ее вот потом попробовать ее настроить и получить равномерную высоту здесь крайне крайне сложно то есть вот такая ситуация то есть поэтому в принципе но как вы видите американцы пользуются точно также для натяжение тента оттяжка это потому что единственный ну в принципе когда они используются задние или передние упоры дуг то есть это единственный способ натянуть люди натянуть крышу тенту когда она используется в варианте бимини топа когда tenn ходовой то есть в принципе можно натянуть все прекрасным образом и И самим тентом. Вот на данный тент идет до хрена ткани. Вот реально идет до хрена ткани. То есть, вот скажем так, на крышу, вместе с отделкой, со всеми делами, с задней частью. Задняя часть просто огромная, вы видели, вот я снимал ролики, она просто огромная. Задняя часть тента, вместе с передним, вот с этим вот, с лобовым стеклом, это почти около 7,5 погонных метров ткани. То есть, несмотря на то, что тент бестолковый, и за эти 7,5 метров можно было сделать вообще, в принципе, ну, большой тент. Вот это все уходит вот на эту вот бестолковую херню. То есть, при этом, вот крыша, когда будет натянута вот задняя часть тента, то есть, в принципе, задним сидением пользоваться нельзя. Это только место водителя. Поэтому здесь, говорю, такая картина. Когда ко мне приходят лодки, если владелец непосредственно не просит сделать подобную хрень, я это никогда не предлагаю делать. То есть, я делаю всегда нормальные полноростовые тенты. Вот под этим тентом высота, ну, я не знаю, мне приходится вот полностью сгорбившись, стоять. Сейчас мне предстоит делать боковые стекла. Соответственно, боковые панели я переделал. То есть, если раньше здесь, видите, вот я сделал такие вот кармашки, на этом тенте я его модифицировал, для того, чтобы можно было нормально поставить боковое стекло. Изначально на американцы никогда не стоит вопрос о том, что тент должен защищать от осадков, от чего-то остального. Тент должен, в понятии американцев, не мочить голову водителя. Все. То есть, вот если на водителя на башку не капает, тент справляет свои задачи. Все дела. То есть, поэтому, как его называется, когда, вот даже большие тенты, когда приходят большие тенты, иногда просят, если тент американский, просят его переделать, потому что, ну, вот через все эти углы постоянно льется вода. То есть, здесь я эту картину уже исправил. То есть, здесь вода литься через вот этот вот угол не будет. Так, как это было раньше. Потому что раньше боковое стекло, оно огибало практически снаружи данный тент. Здесь образовались щели, которые, в принципе, ну, вообще никакого смысла не имеют с точки зрения построения тентов. Как еще раз говорю, задняя часть срезает полностью всю корму. То есть, в принципе, ходить под тентом, но под этим тентом ходить невозможно. Несмотря на то, что идет до хрена ткани, до хрена материалов, ну, в чем, видимо, американцы делают экономию? То есть, ну, экономят на стекле. Стекол практически, там идет два погонных метра. Вот на метр идет сюда, и метр идет, ну, может, полтора, идет на боковые панели. Ну, нет, я думаю, что я уложусь в метр. То есть, метр идет на боковые окна. Все, вот два метра, это максимальный объем. Экономия идет на молниях, потому что здесь они их вообще не используют. Я данный тент повторяю, то есть, здесь на весь тент идет всего 8-метровых молний. Задняя корма, соответственно, не отстегивается ее, только снимать полностью. Соответственно, двери никакие сзади не поднимаются. То есть, это ничего не реализовано. Отделка. Американцы предлагают прикольную, ну, на ряде тентов, кстати, это вот второй или третий тент с такой вот отделкой, который пришел. Я ее, в принципе, здесь повторяю. Что они делают? Они берут стропу текстильную и вшивают ее просто в нижнюю кромку тента. Соответственно, ставят кнопки через стропу. Считают, что это получается, ну, получает своеобразное усиление тентовых кнопок. При этом, при эксплуатации тента, кнопки будут вырываться с ткани изнаружи. Вот и все. То есть, это вот, как его называется, это тоже американское решение, которое, в принципе, повторяют исключительно с точки зрения экономии. Больше ни с какой точки зрения это не делается. То есть, ну, при этом, говорю еще раз, экономия в чем? Экономия на дугах, экономия на стеклах, экономия на молниях, ну и, пожалуй, все. Потому что по ткани, что сделать вот такой тент, что, допустим, сделать его нормальный полный ростовой, никакой разницы не будет. То есть, только, говорю еще раз, дуги, упоры, молнии и стекла. Все. По работе, что делать такой тент, кстати, это тент, чрезвычайно сложный в его изготовлении. То есть, на серийном производстве это, конечно, все делается проще. А вот сделать такой тент руками, это намного сложнее, чем, допустим, сделать обычный тент. То есть, в принципе, стоимость работы по вот такому тенту-нырку, если его нормально делать, она должна быть выше, чем стоимость обычного ходового тента. Потому что времени на него идет огромное количество, и, собственно говоря, трудоресурсов на него идет тоже огромное количество. То есть, приходится все вот эти вот вещи допродумывать, допеределывать, то есть, для того, чтобы это все получалось нормально. И приходится все это очень-очень-очень точно подгонять. То есть, когда ты делаешь это, допустим, панелями, ну, грубо говоря, панели четыре штуки, боковины все большие, даже можно закрыть дня за три. А здесь вот заднюю панель я делал почти, наверное, дня 4-5. То есть, одну только заднюю панель, потому что она чрезвычайно сложная. Также чрезвычайно сложная крыша, также чрезвычайно сложная передняя, ну, передняя часть проще. Вот. В качестве отделки, в принципе, я использовал, сделал все точно так же, как это было у Америкосов. То есть, я также, вот это самое правильное решение для отделки. Во-первых, это вид сохраняет, а во-вторых, это не сгорит. А стропы, они все находятся внутри, поэтому они тоже не сгорят. То есть, здесь вот в этом плане, с точки зрения вот такой практичности, все, в принципе, сделано достаточно более-менее правильно. Ну, вот и все. Так что, мой вам совет. Если у вас катера подобного плана, все, что у вас стоит, не думайте о том, чтобы это дело перешивать. В крайнем случае, только перешивать можно в единственном варианте, когда вы реально, ну, просто вот как владелец данной лодки, не пользуетесь ходовым тентом. Лодка чисто выходного дня, и вы не планируете его пользоваться. Вот и все. Потому что ткани, говорю еще раз, вы потратите ровно столько же, сколько вы потратите на нормальный ходовой тент. Но при этом он будет нормальный, он будет полный ростовой, вот с ним можете ходить. Ветровая нагрузка будет не охеренно больше. Вот, если катер нормальный, то есть, в принципе, высота тента вообще никакой роли не играет на ветровую нагрузку и на снижение скоростных характеристик. Там плюс-минус, там километр, два, может упасть скорость. Вот, но по практике, то есть, она не падает. Так что такая картина. А так, вот это лично мое мнение, как специалисты, которые занимаются пошивом тентов, а тентов я шью огромное количество, видите, по каналу, вот с точки зрения тентов, которые, с катеров, которые приходят с Америки уже с изготовленными хиновыми тентами. Все. Вопрос, как всегда, и прием заказов через почту, почту 1серж23собакамо.ру. Пишите, обязательно отвечу. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...